Какой-то сброс произошел в речку. Плывет дохлая рыба. Часть рыбы выпрыгивает из воды, бьется в конвульсиях. Эти кадры снял член Сочинского географического общества Константин Глазов. На видео предположительно показан сброс нечистот в реку Восточный Догомыс. Местные жители говорят, что это уже не первый случай мора рыбы. Несколько лет спустя произошло строительство многоквартирных домов, дальше по улице Российской, которые не подключены к городской канализации. Многократно происходил сброс в эту речку, в нашу Восточный Догомыс. Бедная несчастная речка, и выдры дохли, и рыба к верху всплывала. Это было весной, тоже такой же мор был. В этот раз черноты этой не было, но люди говорили, что хлоркой воняет. И где этот большой сброс хлорки, это было выше, сейчас скажу, это где-то, я до пожарки только дошла, дальше не дошла. Но у меня времени не было. Уже там была рыбка дохлая. Мертвая рыба лежит здесь до сих пор. Однако запаха химикатов от реки нет. Несмотря на быстрое течение реки Восточный Догомыс, мы повсюду на берегу наблюдаем десятки мертвых мальков рыб. В апреле этого года в реке уже был выявлен факт гибели рыбы. Тогда вмешалась природоохранная прокуратура и Следственный комитет. Сочинский водоканал сообщал, что причиной ЧП стал слив горюче-смазочных материалов в ливневый коллектор с территории ООО «Комплект-монтаж-сервис». В этот раз река на особом контроле у прокуратуры. Сочинская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту мора рыбы в реке Догомыс города Сочи контролирующими органами отобранной пробы воды в реке. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место ЧП уже выезжала делегация специалистов, в числе которых представители администрации Лазаревского внутригородского района, Сочинского водоканала, экологической службы, предприятия «Водосток» и природоохранной прокуратуры. Взяты пробы воды, идет расследование. Мы будем следить за развитием событий. Роман Нощенко, Дмитрий Петри, Время новостей.